Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Пережить развод и уход мужа – это дело не из лёгких. Особенно если он изменил вам с вашей подчинённой, да ещё и вы их однажды познакомили. Настоящая Санта-Барбара, но всё же как жить той, которую бросили? Как не сойти с ума из-за разных мыслей типа «А если бы я их не познакомила?» Сегодня мы хотим вам рассказать сложную историю из жизни одной женщины. Однажды вечером после маникюра Вероника вернулась в офис за своим мобильным телефоном. Она была успешной бизнес-ледей и об этом знали все вокруг. Вахтёр на проходной только поворчал на неё и дал ключи от кабинета. Но также не забыл отметить, что кто-то с её подчинённых работает допоздна. В дальнем уголке офиса мелькал свет от компьютера и когда Вероника подошла к столу, то увидела своего экономиста Светлану. Она резко встрепенулась, увидев начальницу и даже не успела ничего сказать. Между женщинами завязался разговор. «Света, почему засиживаешься допоздна, не успеваешь?» – спросила Вероника. «Нет, просто дома интернета нет, вот и засиделась», ответила девушка. «Так зачем тебе интернет? Других дел нет, а личная жизнь, ты же ещё молодая. Это потому, что я худая, всем кажется, что я юна, а так-то мне уже 35 лет». Да и в молодости очереди женихов не было. Вероника впервые внимательнее посмотрела на свою сотрудницу. Она ведь совсем ничего о ней не знает, кроме того, что она не глупа и достаточно профессиональна. Вероника предложила подвезти Свету домой, тем более уже поздно и на улице гулять одной небезопасно. В продолжение беседы Вероника узнала, что Светлана живёт недалеко от неё, в том же районе, в соседних кварталах. В машине первый разговор решила начать Светлана, стала расспрашивать начальницу о муже. Вероника была счастлива, замужем за отличным мужчиной, который не мешал её карьере. Не устраивал сцен, когда она поздно приходила и не заставлял всё бросить и оставаться с ним. Единственное, что о детях мечтал, но терпеливо ждал, когда Вероника будет готова. И вот когда они уже почти доехали, Вероника вдруг предложила Светлане зайти в гости. Посидеть, пообщаться, порадовать себя вкусностями за бокалом вина. Света поначалу отказывалась, но всё же согласилась. В квартире их встретил муж Вероники, Николай, который оказался очень красивым и галантным. Они поужинали все вместе, пообщались и уже спустя пару часов Светлана заспешила домой. А Вероника хотела быть хорошей начальницей, предложила своему мужу проводить Светлану домой. Вот тут, пожалуй, она совершила свою самую ужасную ошибку. Она не знала, что всю дорогу до дома Светланы они с Николаем разговаривали и мужчине понравилось общаться с ней. Она была совершенно другой, не такой властной, как его Вероника, ласковой, а не железной леди, как его жена. Что-то в тот момент у него надломилось внутри. После этого вечера Николай по-другому посмотрел на свою жизнь и захотел перемен. Так он тайно стал сначала только общаться со Светланой, а позже всё переросло в нечто большее. Они даже не заметили этого. Но Светлана очень боялась своей властной начальницы. Она пыталась закончить роман с её мужем, но не могла. В конце концов, они решили рассказать Веронике правду. И вот спустя полгода после того самого дня, когда Вероника познакомила своего Николая со Светланой, её муж сказал ей, что уходит от неё. «Я ухожу к другой, ты сама нас познакомила», сказал Николай. «К моему экономисту?» – удивлённо спросила Вероника. К бывшему экономисту она написала заявление об уходе. «Она будет работать у меня на фирме, а после в декрет». Для Вероники слова мужа стали шоком, и она без сил опустилась на диван. Она не понимала, что происходит и как так могло получиться. Оказывается, Николай просто устал от её постоянного отсутствия, постоянного пропадания на работе, устал от её карьеры. Он хотел обычную семью, детей, но почему-то молчал об этом и делал вид, что его всё устраивает. А потом при удобном случае ушёл к другой, к той, которая готова была пожертвовать работой и стать обычной женщиной и мамой. Вот так в один момент жизнь успешной бизнес-леди рухнула, и она потеряла мужа. Вероника даже и подумать не могла, что её могут бросить ради какой-то серой мыши. Она была слишком уверенной в себе, и это сыграло с ней злую шутку. Теперь она осталась одна с разбитым сердцем, но ещё продолжает быть успешной бизнес-вумен. А её муж теперь ждёт ребёнка от её бывшей подчинённой. Кто прав, а кто виноват, разбираться не стоит, ведь это жизнь и бывает всякое. Но ситуация точно не из приятных. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно. Странички в Инстаграм и Фейсбук, ссылки в описании.